В этот день 17 марта родились. Врач Алексей Кожевников, основатель невропатологии. Московская клиника нервных болезней до сих пор носит имя своего основоположника, доктора медицины Алексея Кожевникова. После окончания медуниверситета, защиты диссертации и стажировки за границей, в изаку зарекомендовавшему себя молодому ученому была поручена организация кафедры и клиники нервных болезней. Психиатрическое дело в России в то время можно было за небольшим исключением поуподобить хаосу, а местами аду, вспоминал коллега Кожевникова Владимир Рот. Но профессор упорно шел к цели, считая, что отечественная медицина должна догнать и обогнать лучшие образцы западные. Заручившись финансовой поддержкой вдовы известного промышленника Морозова, Алексей Яковлевич отстроил современную лечебницу на 44 койки. Через год к ней был пристроен приют для хронических пациентов, открыт неврологический музей, началось создание журнала невропатологии и психиатрии. Кожевников создал огромное дело и посвятил ему все свои силы. И это обязывает наше общество быть все время на страже завещанного и напоминать при всяком удобном случае последующим поколениям о долгии по отношению к основателю русской невропатологии. Это сказал ученик Кожевникова Григорий Рассалина. Также в этот день 17 марта родились Михаил Врубель, выдающийся русский художник. Борис Полевой, советский прозаик, автор повести о настоящем человеке. В 1939 году в одном из советских журналов была опубликована повесть «Горячий цех», которая принесла известность молодому автору и журналисту Кампову. Вскоре началась Вторая мировая, где на передовой Борис Николаевич оказался в качестве корреспондента под псевдонимом «Полевой». Так его фамилия переводилась на латынь – «Кампус Поле». Именно война подготовила почву для главного произведения полевого повести о настоящем человеке. Познакомилась с прототипом главного героя – безногим летчиком Моресевым. Я называл книгу так, потому что Моресев и есть настоящий советский человек, которого не понимают до сих пор те, кто склонен забывать уроки истории. Силу и мощь своего героя писатель подкрепил цитатой, которая подвигла на подвиг многих людей. Казалось, чем слабее и немощнее становилось его тело, тем упрямее и сильнее был его дух. Что подтверждал в интервью и сын писателя – психиатр. «Повесть о настоящем человеке – очень терапевтическая книжка. Пациенты берут у меня ее почитать и не всегда возвращают». В этот день 17 марта 1763 года митрополит Ростовский Арсений выступил с осуждением политики Екатерины II в отношении церкви. Он был едва ли не единственным, кто был открыто против секуляризации церковного имущества. 17 марта 1906 года в Российской империи было разрешено создание профсоюзов. 17 марта 1922 года пушкинские места в Михайловском объявлены «Государственным заповедником». «Здесь меня таинственным щитом святое провидение осенило. Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой». Так писал Пушкин о селе Михайловское, где он сочинил десятки стихотворений и большую часть романа Евгения Никин. Столетие после смерти поэта фамильное гнездо переходило по наследству к многочисленным потомкам ганнибалов Пушкиных, пока в 1918 году не было разгромлено вандалами нового времени. С целью сохранения значимой для русской истории территории Псковский губы с полком обратился в наркомпрос РФСР с ходатайством, после чего пушкинские места получили статус музея-заповедника. Посетителям полюбился старый ганнибаловский пруд, пушкинский дом с кабинетом, домик няни Арины Родионовны, аллеи парка имени Керн и Татьяны Ларины. Однако во время трехлетней фашистской оккупации Михайловская снова оказалась под ударом. Почти полностью деревья были вырублены, здания усадеб и построек Святогорского монастыря уничтожены. Немцы поставили топчаны, развалились на старинных стульях, стали тащить ценные вещи. Что им не нравилось, выбрасывали. Я увидел в одном из залов портрет Пушкина, замечательную копию известной работы художника Кипренского. Портрет валялся на полу, полотно было продавлено сапогом. Так вспоминали очевидцы. После войны заповедник пришлось снова восстанавливать из пепла, и несмотря на то, что артефакты эпохи собирались со всех концов страны, поклонники Михайловского считают, что в нем по-прежнему живет Пушкинский день. 17 марта 1927 года на ленинградском заводе Светлана началось производство миниатюрных лампочек для карманных фонариков. 17 марта 1966 года с космодрома Плесецк состоялся запуск первого космического аппарата. Таким был этот день 17 марта.